А как любить, Евгений Ильич? Как любить? Любовь — это не наслаждение человека. Любовь — это доброта. Вот это большинство людей воспринимает любовь как наслаждение. Все хотят пользоваться любовью, наслаждаться любовью. А любовь — это доброта, это не наслаждение. Когда вы это поймёте, вы начнёте любить через доброту, а не через желание наслаждаться человеком. Тогда начнете любить. Но это непросто. Это надо учиться этому. Когда организм сам по себе выздоровеет, для чего не надо с собой так делать? Нужно поститься по вторникам. По вторникам поститься на воде. И во время поста стоять возле сосны спиной, стараться до часа доводить. Стоять стоит. Длительное движение тоже надо совершать. Вот эти все вещи, они помогут рассосать и стоят. Не надо операцию делать, это не поможет. Потому что проблема в психическом теле, там блок находится. Вот эта энергия отвращения, она блокирует женские функции. Ее надо убрать из сердца отвращения. И сразу киста перестанет расти. Сейчас будем учиться любить все вместе. Видите, любовь — это не наслаждение. Это мы так хотим ее эксплуатировать, любовь. Любовь — это другая энергия. И награда за любовь является искренность, верность, чистота отношений. Фактически, любовь — это способность видеть духовное в человеке. Допустим, у женщины есть божественное качество, есть человечество. И Бог дал божественное качество женщине. Это нежность, красота, доброта, верность, простота, желание заботиться. Это женские божественные качества. И любовь означает способность, несмотря на то, что у женщины есть еще человеческие качества, это очень сильная чувствительность, капризность, раздражительность, лень, склонность видеть недостатки близких людей. И так далее. Много женских качеств есть. Если мужчина силой воли заставляет себя видеть божественное качество в жены, это называется любовь. То же самое у мужчины есть божественное качество. Это рассудительность, стойкость, терпение, щедрость, твердость духа, способность побеждать, преодолевать трудности. Это от Бога все качества от Бога, не человеческие качества. И есть человеческие, это упертость, неляшливость, однонаправленность, однолинейность, прямолинейность чрезмерная, похотливость, склонность к вредным привычкам и так далее. Мужские и человеческие качества, грубость. Когда женщина видит в основном божественные мужские качества, то это называется любовью. А если она в основном видит человеческие качества, то это называется эгоизмом. Люди хотят, чтобы их любили, но сами при этом не хотят вкладывать аскезу внутреннюю, чтобы учиться видеть чистоту в человеке. Поэтому любовь всегда основана на духовной практике. Если человек развивается духовно, он учится видеть святость. Сначала в святых людях, потом в обычных людях. Тогда у него не будет проблем в интимных отношениях с близким человеком, потому что все, что основано на любви, на настоящей, оно не имеет осквернения. Но если люди хотят наслаждаться друг другом и ждут балдежа друг от друга, счастья, то это не является любовью. Это называется вожделением или эксплуатацией энергии любви. Надо понять, что сама энергия любви имеет божественную природу. Это энергия супруги Бога. И когда человек хочет наслаждаться ею, он пытается наслаждаться Богом или его супругой. Поэтому это все рано или поздно заканчивается. Бог сначала дает людям возможность наслаждаться какое-то время друг другом. Называется влюбленность. Но влюбленность у всех заканчивается. У всех людей на земле. Пять, шесть, семь лет и все. И потом начинаются уже скандалы, потому что люди требуют влюбленности друг от друга. Они требуют счастья. Счастье невозможно через требования получить. Поэтому приходится перестраиваться. Или ты хочешь учиться любить по-настоящему, или будешь разрушать свою жизнь. Поэтому работа над собой не означает наслаждаться только природой, здоровым образом жизни. Понятно, что без мяса питаться намного круче, и приятнее, и прекраснее, чем с мясом. Большинство людей просто об этом не понимают. Но это тоже наслаждение. Вот ты кушаешь прекрасную пищу. Это не означает, что ты служишь кому-то. Ты просто наслаждаешься. Общаться с людьми добрыми тоже наслаждение. Молиться это тоже наслаждение. В конце концов, даже совершать пробежки и закаливаться тоже все наслаждение. Это прекрасная, счастливая жизнь. А вот когда ты учишься прощать, это уже не наслаждение. Это называется любовь. Это когда ты жертвуешь себя ради человека, он потом через какое-то время благодарен, становится тебе сильно благодарен за это. Вот с этого момента начинается любовь. Любовь надо заслужить. Ты вот вкладываешься в человека, терпишь, по-доброму относишься. Если он плохо себя ведет, наказываешь его тем, что ты с ним не разговариваешь какое-то время, по-доброму тоже. Ну то есть это тоже любовь. Воспитывать человека по-доброму – это тоже любовь. Ну ты вкладываешься в человека. И он потом, в конце концов, начинает тебя уважать и относиться к тебе с благодарностью. Вот с этого момента начинается взаимность уже. Или ты заслуживаешь любовь. Вот это надо достичь, до этого дойти. Когда люди до этого доходят, у них очень сильно налаживается личная жизнь. Это такой как бы неожиданный момент. В основном никто не ожидает, что так бывает, что близкий человек, который ты уже давно похоронил в своих отношениях, считаешь, что с ним ничего не получится, друг начинает вести себя по-другому. И в конце концов ты чувствуешь счастье в отношениях с ним. Это необычное чувство, и оно приходит только к смелым людям, людям, способным любить. То есть вкладываться в отношения, ждать. Естественно, никакого размена не может быть. Не может быть поощрения предательства, измены и так далее. То есть надо быть сильным человеком, не соглашаться ни на какие компромиссы в жизни. Но иногда даже человек, который идет на компромиссы, потом тебя оценивает по-настоящему, начинает с тобой правильное отношение уже строить, потому что он обжегся. Он понял, что так нельзя. Тоже такое бывает иногда. Но если говорить о вас, лично о вас, то у вас очень хороший муж. Он добрый, честный человек по отношению к вам. Но вы уже забыли об этом. Вы сейчас думаете только о том, что он вам не нравится. Но все познается же в сравнении. Если от добра добра не ищут. Если добрый не нравится, значит, будет злой. Тогда потом мозги включаются по поводу того, кто был. И еще вот это вот интересный такой момент, феномен. Люди думают, что вот если я сейчас найду себе духовно развитого человека, то мне будет так классно с ним. Вот есть же у людей такие духовные отношения. Я вот мечтаю о таких отношениях. Я много раз видел этот феномен. Человек находит себе духовно развитого человека, а потом в личной жизни этот человек ведет себя еще хуже, чем вел себя неразвитый человек. Почему? Потому что никакое духовное развитие не гарантирует тебе проблем в семье, потому что в семье, в личной жизни включается очень жесткая и тяжелая карма, тяжелая судьба. Поэтому здесь даже духовное развитие человека не гарантирует, что у тебя с ним не будет очень много проблем в жизни лично. Не гарантирует это. Поэтому лучше сохранять человека, который способен терпеть, прощать. Пусть он не духовно развитый, но он как человек хороший. И постепенно все налаживается, если ты принимаешь вот это. А если у тебя мечты какие-то появились, слепые, каких-то возвышенных отношений, которых на самом деле ты не знаешь, что все бывает иначе, обычно, то тогда Бог будет наказывать. Предупреждение вы получили. от Бога привет получили. Теперь делайте выводы. Может быть, это будет последнее предупреждение для вас. Но там девушка вон руку поднимала, уже не хочет, стесняется. Где? Вы поднимали руку. Продолжение следует... Вот мы с мужем те отношения, которые вы говорите, в принципе, с отсутствием понимании и принятия этих людей. И уже уровень любви тот, о котором вы говорите. Да, есть тот момент, который я, как женщина, не могу понять его отношения к детям. То есть он духовно развивается, он читает молитвы, он может даже молиться за других детей. Но к собственным детям он относится очень напряженным. И у нас собственных детей общих нету. даже к моей дочери, у меня дочери за первый брак, он относится с враждебностью. Мы живем уже 7 лет вместе и вроде он уволится, а там... Вам нужны аналогии, да? Да, я... Моя логика женская, она просто вот... Аналогии, аналогии, сейчас будем искать аналогии. Аналогии, это называется тяжелая судьба. Вот у человека тяжелая судьба в отношениях с детьми. Ему тяжело очень. Вот именно в личных отношениях с детьми ему очень тяжело, он сильно устает от этих отношений. Ему тяжело. Аналогии, сейчас будем искать. А как преодолеть? Так, спокойно. Сейчас будем искать аналогии. О, вам сильно тяжело с мужем. Вот вы от мужа устаете. Да? От мужа нет. Но когда я вижу, как он относится к моей дочери, моя картина прямо сразу принять. Ну вот это называется... Вот это все. Вот это называется устаете от мужа. Ну то есть у вас есть тяжелая судьба в отношениях с мужем. Хоть он хороший человек, все как бы, но есть тяжелая судьба. Вам тяжело терпеть что-то, а у него тяжелая судьба в отношениях с детьми. У каждого человека есть в жизни зона тяжелой судьбы. Вот кому-то тяжело работать. Вот допустим есть женщины, которым очень тяжело ходить на работу. Да? Тяжелая судьба. Начинаешь работать и устаешь плохо. Вот. У кого-то тяжелая судьба в отношениях с собой. Человек не может себя заставить там бегать, там плачет аж сил нет заставить себя. Тяжелая судьба. У кого-то тяжелая судьба в отношениях с детьми, у кого-то с начальством, у кого-то с тещей и так далее. Где-то будет тяжелая судьба обязательно. Вот у него тяжелая судьба в отношениях с детьми, а у вас тяжелая судьба в отношениях с тем, как относится ваш муж к детям. Я учусь. Ну все. Так, да. И запомните, что Бог вас все равно где-нибудь поймает. Вот допустим думаешь, ну и тут хорошо, и тут хорошо, и тут хорошо. Ну почему здесь-то у меня вот плохо? Ну вот почему, вот что такое вообще? Какой-то закон подлости. Так поймите, ради этого закона мы и родились здесь на земле. Если бы у нас вот везде хорошая судьба, везде положено все хорошо, на земле они рождаются, рождаются в раю. Люди в раю не страдают от отношений, им работать там не надо. У них там хорошая судьба, они там счастливы, там природа хорошая, воин нет. Но если родился на земле, жди где-нибудь подвоха с какой-то стороны. И что дальше делать? Надо принимать эту судьбу, посмотреть, что именно за энергией там действует, а там энергии нетерпения действуют. Это значит статическое напряжение, значит нужно неподвижное положение тела, лежать в воде, сидеть возле деревьев, пробивать этот блок, конечно, ну конечно, и этот блок находится раз, два, три, на третьем психическом цилиндре, связан с мыслями. Ну то есть это означает, что надо, если сидеть возле дерева, то, ну если сидеть вот расслабленно, то за 17 минут один цилиндр пробивает, значит получается 17 на 3, получается 51 минута, надо сидеть возле дерева, чтобы пробить этот блок, и где-то после 40 минут начнется трудно, будете вспоминать мужа, чувствовать, что все плохо, то есть блок как бы включится, и вы будете его сидеть, пробивать, вот, то же самое, когда вы ляжете в воду, допустим, 22 градуса, будете лежать, там получается 70 с половиной минут один цилиндр, значит, то 25 минут надо лежать, и это после 20 минут начнет крутить, корюжить, будет плохо, холодно станет, неприятно, там блок находится, а если вы будете стоять возле дерева, то 12 минут один цилиндр прочищается, значит, через 30 минут, 36 минут надо стоять вот так вот, неподвижно, через 30 минут начнет крутить, вертеть, то есть там блок находится психически, и он, у каждого человека статическое напряжение действует или в здоровье, или в работу, или в личную жизнь, а точнее, ну, куда-то на полную катушку, куда-то на половину, а куда-то совсем не действует, вот, допустим, в здоровье у вас статическое напряжение плохо не действует, в работу действует на 20%, вы устаете от работы, вам тоже там неприятно, тяжело тоже так, там тоже есть блочок, а вот связанный с личной жизнью блок хороший, несмотря на то, что вы духовно развитый человек, и поэтому Бог вас наградил хорошим человеком, несмотря на это, все равно, так как есть блок, это значит, что есть плохая судьба, значит, его надо аскезой побеждать, а есть три типа реагирования на судьбу, первый тип реагирования самый неправильный, это считать близкого человека плохим, вот судьба действует через близкого человека, и ты думаешь, блин, все считают его прям возвышенным, а я знаю, что на самом деле, вообще, вот, это, это, так действует судьба, то есть, первый вариант считать плохим близкого человека, но время действует, и ты видишь его недостатки, сильно, так действует энергия времени, второй вариант реагирования, это, ну, смелый такой вариант, понять, что действует твоя плохая судьба через человека, и неважно, какой будет человек, все равно тебе будет с ним тяжело из-за этого, и ты принимаешь судьбу, говоришь, ну, ладно, хорошо, значит так, значит, у меня вот такая трудность есть в жизни, близкий человек, ну, не может, не то, что не любит, а вот это, когда ты принимаешь судьбу, ты начинаешь реально видеть, что с ним происходит, он не то, что не любит детей, ему очень трудно с ними, он устает, ему психически тяжело, он сам даже жалуется, говорит, ну, мне тяжело, вот, потому что ты хочешь наслаждаться тем, как муж любит детей, а тебе такого наслаждения в жизни не положено, и вот из-за этого такие страдания, ну, что такое, все же классно, вот, ну, то есть второй вариант, это принятие судьбы, ладно, у меня там объем работы, ладно, у мужа вот такая трудность с детьми, ничего страшного, я принимаю это, начинаешь статические упражнения делать, понимаешь, что у тебя блок именно такой, нетерпение человечества, человек, ты не терпишь это, раздражаешься, обижаешься, не терпишь, хорошо, начинаешь убеждать статическое напряжение, в том раз, смотришь, легче тебе переносить, первая стадия побед над судьбой, спокойствие по поводу того, что муж не переносит ребенка, вторая стадия побед, три круга судьбы, первый круг внутри меня, я уже просил, я нормально отношусь к тому, что муж не терпит рядом детей, вторая стадия называется влияние, то есть внутри себя, я уже очистил, теперь ниточка очищается, контакт с мужем, то есть я начинаю дальше молиться, работать над собой, и муж, я во-первых осознаю, что с ним происходит, и муж начинает меняться, ему легче становится, это уже третья стадия, ему легче начинает общаться с ребенком, потому что я свою судьбу победила, мне уже не положено вот такое, чтобы муж так относился к ребенку, поэтому он начинает относиться лучше, вот это правильный подход к жизни, а если человек, ну и самый третий, самый крутой вариант отношения, это когда ты вообще понимаешь, что не судьба действует, а это просто я задолжала что-то в жизни, я что-то там в прошлом не так делала, и поэтому мне вот это досталось, ничего страшного, справимся, и все нормально, если человек считает близкого человека плохим, то это значит, что он идет на поводу у судьбы, и судьба закручивает его в бараний рог, его жизнь становится тяжелее, 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 и достаточно даже одного проблемы, одной проблемы рушат всю жизнь, человека, вот только одна проблема в отношениях с человеком, этого достаточно, чтобы развалить семью, все остальное хорошо, но это не важно, вот это важно, судьба привязывает памятью к одной проблеме человека, как носом в одно место, ну что, забралась? Ну, в принципе, да, я ее вижу, как бы через моего ребенка действует судьба, то есть уже прям реально это вижу, понимаю, если я раньше обижалась, то сейчас я понимаю, быстро успокаиваюсь, мы сможем тоже получать, но не всегда, именно вот этот материнский, он по сердцу очень сильный пьет. Ну, отлично, видите, вот хорошо, работайте над собой, побеждайте судьбу, классно же так жить? Ну, на самом деле, да, классно, когда есть понимание, осознание, легче живется, на самом деле. Видите, как большинство людей, просто как котята судьбой, мучаются, бросают друг друга, делают глупости, потом раскаиваются, понимают, что зря бросили, потом еще хуже достается человек, потом еще хуже, ну, то есть жизнь полная, а если тебе уже все рассказывают заранее, то нормально. Вот вы сейчас напрягаете близкого человека, в вашем понимании вещей, он в депрессняк входит, потому что у него нет сил сблизиться с ребенком, то есть у него нет сил, ему тоже очень тяжело. Но если я свой объем работы сделаю, ему легче станет, ребенку легче, всем легче станет жить. Но это поможет, потому что у вас вообще эти боятия, или это уже мне не по сути? Да, поможет. Вы страх у него уберете, он боится, что если еще один ребенок такое же отношение будет, ему так тяжело будет, то он с ума сойдет вообще. У него такого нет по судьбе, у него только вот с этим ребенком. А потом, если свой появится, он будет его любить, будет легче. Но вам надо сейчас сдать экзамен. Вы просто, если вы простите мужа, пройдете эти три стадии, то у вас будет ребенок дальше. Дальше. Ну я уже как за него готова, на самом деле, на работу. Выполнена. Но единственное, что... Ведь она поняла, есть за что трудиться. Это отлично. Конечно, у каждого есть за что-то. Единственное, у меня вопрос еще, на полу здоровья, вы сказали, что у меня с ним все в порядке, у меня головные боли с 12 лет, и все результаты, вся она, и все хорошо. Но неделю... Это другое. Это уже... Ну, я по статическому напряжению вас диагностировал. По динамическому напряжению там спазмы и на втором, и на третьем цилиндре. При этом длительное, непрерывное движение может помочь вылечить головные боли. То есть 44 минуты один цилиндр, значит, надо как минимум ходить, ну, 44 быстрым шагом или 48 медленным. Ну, то есть 48 умножить на 3, надо ходить раз в 3-4 дня, и вы постепенно, месяца за 3, сильно уменьшится предрасположенность головных болей. Ну, параллельно надо статическое напряжение тоже убирать в организме. То есть неподвижное? Неподвижное положение тела. Если говорить о лечении по-женски и головных болей, то хорошо подходит тополь вам. Возле тополя стоять. Спасибо, Жаня. Ох, чё, 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 с чем надо поговорить? Так, ну вот дальше вот войдём вот там вот, девушку. Да, садитесь. Во-первых, хочу вас очень сильно поблагодарить. Может быть, кто-то в первый раз. Мне за 4 года очень сильно помогли. Садитесь. Я так давно мечтала к вам попасть. Вы не просто себе не представляете. Я к вам, знаете, какой вопрос о выборе. Возможно, он подойдёт, но я не могу уже 8 лет сделать выбор своей жизни. Он меня так измучил. Дело в том, что когда-то нам давно, 16 лет назад, из-за больного ребёнка мы уехали далеко из страны. Искали возможность при помощи в точке. Потом её не стало. Потом появился второй ребёнок. И жизнь так сложилась, что мы супругом стали, как я, ветераный щука. Он уже там прижился, а вот у меня... Где-то, где-то там. В Италии. А материнское сердце вот видит, что идёт деградация вот какая-то среди народа, да? И вот душа подсказывает, что для будущего ребёнка и для семьи вот бы лучше уехать оттуда. И вот из года в год, из года в год и семейные катаклизмы... Вы ездите туда-сюда, что ли? Ну, сейчас вот здесь была у меня мама. Ужная жизнь, ухаживала за ней. И вот как будто бы, знаете, такая ситуация... Возвращайтесь назад. Возвращайтесь? Угу, можно. Ну, вот он тоже сейчас первый раз в жизни он вот в таком состоянии подвешен. Он вроде бы как и чувствует, что и тут, и там. Видите, что в жизни происходит. И поэтому как-то и дети, может, не разятся. И всё, и дом не строится. Вот всё время вот на чемоданах. Сейчас плохой период идёт личной жизни. Надо его пережить. Вот он... Год идёт плохой период у вас. Ещё год будет плохой. Потом легче станет. А вот, Олег Иванович... Надо возвращаться к мужу. Так вот, муж наконец-то говорит, ну, может, муж правда когда переедет? Как-то он сам... Пусть переедет он к вам. Можете к нему приехать и тащить его сюда. Но вы без мужа не должны жить. Совершенно с вами согласна. Это я уже 4 года выучила, как отчет наш. Поэтому вот мы до сих пор вместе наоборот всё лучшее и лучшее отношения строится. Вот хорошо, отлично. Олег Иванович, и ещё вот такая ситуация с детьми. Как-то вот не приходит ребёнок, старшую похоронили. И вот вроде бы... У вас есть же один ребёнок? Есть. Будет ещё один через год. Частное время. Спасибо. Спасибо большое. Это у нас как это... Мне напоминает это... Какое-то шоу. Вы чё-либо... Надо ещё посадить несколько человек, чтобы они свистели, хлопали, танцевали в это время, когда я чё-то скажу. Тогда будет интересно. Здесь... Ладно, я шучу немножко. Я не то, что как бы... Я просто сказал то, что есть, но, пожалуйста, не воспринимайте это как чудо. Просто по судьбе вот ей... Не то, что обязательно будет. Я предполагаю, что будет. Я вижу, что есть возможность зачатия через год. А если вы здоровый образ жизни, а вы же будете... Длительное движение, неподвижное положение тела, там пост на воде, всё будете делать. И как бы... Муж посмотрит на вас и произойдёт зачатие. То есть легко всё произойдёт, без проблем. Мужу тоже надо здоровый образ жизни вести. Очень депрессирует по поводу работы, думает об этом, надо тоже... Это тоже может сжигать энергию семени. Ну, вы спросите, вот. Садитесь, садитесь. Очень давно, потому что ваши реакции... Очень давно, это сколько? Одиннадцать лет. Ой, сколько можно так слушать? Это уже... Одиннадцать лет уже. Очень большие изменения у меня в жизни произошли. Ну, вообще, другим человеком, можно сказать, стал. Да? Да. Вот. И... Ну, есть такой вопрос, который никак не даёт мне покоя. Я не могу уже несколько лет ему победить. Это вопрос карьеры моего мира. Он хороший, он извертый привычный. Чем он занимается? Сейчас он делает чат-боды. Что это такое чат-боды? Это вот в Телеграме, он записывается, то есть чат-боды. А, ну, то есть чаты создают, да? Да. Там роботы отвечают. А, всё, роботы отвечают. Здравствуйте, вы попали в такой-то... Здравствуйте, вы попали на деньги. Параллельно, он продаёт недвижимость. Ну, в основном у него деятельность была, он постоянно что-нибудь продавал. Ну, вот это ему подходит. Подходит? Вот он как раз хотел узнать, подходит или нет. Вот чат-чат-боды ему создавать не подходит. Ага. Он там бьётся, 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 и как бы особо денег нет. Но не его как-то не идёт. А вот смотрите, как в... Вот есть, да, есть разные виды продаж. Вот он такой системный человек. Вот это я просто вот так чувствую. Что если он будет продавать крупную недвижимость, и прямо стремиться к этому, стараться, у него продажи железно получаются, но не часто. И если, допустим, нет разницы, что продать в год 5 квартир, допустим, или продать 5 заводов, понимаете? То есть у него продажи будут получаться, если он будет к этому стремиться. Но у него как судьба работает? Вот он за год продал 2 объекта крупных, и на весь год заработал денег. Понимаете? Вот у него так судьба работает. А чат-буды эти, он просто впахивает, впахивает, и там по копеечке капает. И он очень устает, потому что у него психика, она мобилизованно работает. Ему легко один раз вложиться и сделать, чем каждый день вкладываться понемножку. Вот эти чат-буды, они его выматывают просто, он устает. А если он будет продавать крупные объекты какие-то, недвижимости, он будет вкладываться, продавать, и у него будут хорошие результаты пойдут. Вот так я вижу его судьбу. Спасибо вам большое. А у него, как он меня попросил вам задать вопрос, у него все-таки больше привод до воспринимателя или творческого человека? Нет, творческого человека нет. Он бизнесмен на природе. Вы тоже.